Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть и сегодня готовлю ужин буквально за 25 минут. Все делается крайне быстро, так как я использую полуфабрикаты, заготовленные впрок. Например, вареное куриное мясо и куриный бульон. Видеоролик, как я делаю такие заготовки, вы сможете увидеть в ближайшее время на моем канале. У меня есть уже подобный ролик, ссылку на него я оставлю под видео. Овощи также беру из своих заготовок на зиму. Хотя, разумеется, все можно взять в натуральном свежем виде, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, здесь я вкратце покажу, как делаю мясо. После разделывания трех кур у меня остаются спинки, а также кости от грудок. Складываю все это в скороварку, заливаю водой, закрываю крышкой и варю после закипания где-то час двадцать. Затем даю полностью остыть. Если вы это делаете в кастрюле и вам не нужен концентрированный бульон, значит просто варите до готовности. Затем отделяю мясо от костей, попутно деля его на кусочки. У меня на канале уже есть подобный рецепт с консервированной фасолью. Ссылку на него вы сейчас увидите в правом верхнем углу. Из получившегося мяса мне понадобится половина. На растительном масле обжариваю резанный лук. Добавляю тертую морковь, можно также добавить чеснок и обжариваю все вместе. Кладу резанный болгарский перец, у меня замороженный, и замороженную стручковую фасоль, можно взять консервированную. Размешаю и слегка обжарю. Добавляю курицу, напомню, она у меня вареная и замороженная. Вы можете взять любое вареное или копченое мясо и специи. Просто размешиваю, но вы если хотите, можете обжарить и мясо. Кладу макароны прямо в сухом виде, подойдут любые. Наливаю куриный бульон, который у меня также был в замороженном виде, и добавляю воду, так, чтобы она просто покрывала макароны. Если вы хотите, чтобы блюдо у вас получилось как бы с подливкой, налейте побольше. Но если что, воду можно будет потом подлить. Посолю, накрою крышкой и дам покипеть 5-7 минут. Затем отключу и дам настояться под крышкой еще минут 10. Конечно, время приготовления зависит от размера макаронных изделий. Когда все будет готово, размешаю. Можно посыпать тертым сыром или зеленью на данном этапе или при подаче в каждую тарелку. Сюда можно использовать любые овощи, включая замороженные овощные смеси. Главное преимущество этого блюда, то, что готовится оно очень просто и быстро, а получается вкусно и сытно. Своего рода рецепт палочка-выручалочка, когда нужно что-то быстренько приготовить. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале видео о заготовке полуфабрикатов из курицы впрок. А еще один ролик на эту же тему выйдет на канале в скором времени. Я покажу, как всего из трех кур можно сделать очень много полуфабрикатов впрок. Не забывайте подписываться на канал Есть-Поесть, А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!